Здарова! Вот как такое может быть? Мне 23 года, меня звать Деревяшкин Алексей Викторович. Уроженец города Электросталь. За 23 года, где я только не шар... Всё детство я провёл на улице. В камышах, в болоте, в лесах. Впервые за 23 года, когда я стал домашним челом, который просто сидит из дома и раз в полгода выходит на улицу, пойти просто по асфальту, я обнаружил на себе клеща. Спустя 23 года жизни. Как такое может быть? Как такое может быть? Что мы выживали на острове, где была только одна растительная, деревья, трава, заросли. 24 часа. Ни одного клеща. Прошёлся по парку Горького. Здравствуйте, приехали. Кто не в курсе, по-любому здесь есть несколько человек. Для вас, даже если у вас два, или даже если один. Меня вчера... Я вчера приехал домой и обнаружил... Короче, я снимаю штаны, снимаю носки. И вот здесь вот снимаю носки, и вот так вот издали, снизу, ну, сверху вот так вот смотрю, и вижу кровь засохшая. Я вот так вот... Я по телефону в этот момент ещё разговаривал ночью. Я вот так вот беру ногу, вот так вот дру. Поняли? Типа хуячу когтем, но ногтем хуячу, чтобы эта кровь отсохла, отпала. Я думаю, что за хуйня? Не отпадает вообще. Пытаюсь поддеть. И темно в квартире, ничего не видно. Иду в туалет, ставлю ногу вот так вот на туалет, чтобы свет был. Приглядываюсь, трогаю, и вижу, что там просто какие-то лапки, блять, которые вот так делают. Я так охуел. Я просто в шоке был. Я так охуел. И я понимаю, что это клещ, который сидит внутри меня наполовину. Сожрал меня наполовину, сидит внутри. Гондон. И я, ну, и я всё. Я в тот момент с Аней разговаривал по телефону. Я говорю, Ань, клещ нахуй. У меня клещ. Она говорит, всё, поехали. Всё, поехали. Обзваниваю клиники, ебаные, потому что понимаю, что в бесплатную я не хочу идти в травматологию. Я в бесплатную травматологию не хочу идти. Потому что, ну, там всё сделают грамотно, всё, в любом случае. Но отношения, знаете, люди, которые заёбаны, которые немного денег получают, они заёбаны. И так не хочется, чтобы тебе вот грубили, там ещё какую-то, потому что-то вот не хочется. Поэтому я обзваниваю платные травматологии, куда могу приехать. И в итоге поехал туда, куда меня, куда меня увезли, когда у меня было подозрение на разрыв селезёнки. Помните на видосе Эксайла? Бля, чат. Да ебать, расчильтесь. Ну, уже даже не прикольно, не смешно это. Я же вам уже конкретно просто говорю, я уже даже ничего не скрываю, я вам конкретно говорю, чтобы вы более лояльно к этому относились, блядь. Сколько нужно времени, чтобы вы перестали улыбаться, воспринимали просто как данные. Поехал в травматологию, значит. Приезжаю, меня заводят к доктору, его разбудили, он спал там, потому что она типа круглосуточная травматология платная, и там особо, ну, мало клиентов, потому что все в бесплатные ездят. Вот. И он там спал, его разбудили, я захожу в кабинет, он вот такой вот очнувшийся. Он говорит мне, ну что, рассказывай, что за случилось. Я говорю, клещ укусил. Вот. Он говорит, нихуя себе, где? Я говорю, в парке Горького гулял. Он говорит, охуеть. Пойдем доставать. Заводит меня в соседнюю комнату, которая должна быть идеально стерильной, потому что там проводится, ну, это травматология, там проводятся микро всякие полуоперации, скажем так, да? Первое оказание первой помощи. Я захожу, и первое, что я вижу на полу, лежит мертвый таракан вот такой. Я так охуел. И этот мужик его тоже видел, этот врач. Он просто ничего не сделал, он его даже не убрал, он просто лежал и просто даже в небо я не обратил. Не с конца... Не... Мне ничего не сказала про это, просто вижу, просто мертвый таракан вот такой валяется на полу, я думаю. Ну, нихуя себе у вас тут стерильненько все. Если что, за то, чтобы вот за все это хую, то чтобы мне... Ну, ладно, сейчас расскажу. В общем, говорит, сойдись, ложись, там такая кушеточка, я ложусь. Он берет лезвие, начинает мне выбривать вокруг этого места укуса, начинает выбривать мне волосы, и говорит, ебать, у тебя тут заросли. Я говорю, ну, шо, тестостеронного я чел. Берет ниточку какую-то специальную, распаковывает стерильную, и ниточка делает какой-то там узелок, какой-то кружочек, его вот так вот лассо, микро-лассо подцепляет, затягивает, и начинает тянуть медленно. И все, мразь вышла, она живая еще была, тварь, блядь. Сейчас, могут быть не очень приятные кадры, кто не хочет смотреть, не смотрите, я покажу этого клеща, который внутри моей ноги сидит. Кто не видел, в ТГ покажу прямо сейчас. Вот так это выглядит. Неприятно. Да. Неприятно. Вот так это выглядит после того, как его достали. Просто яма нахуй. Дырка. А вот так этот хуесос выглядит полностью. Просто, знаете, сына говна в лицо. Просто уебок ебаный. Не все так просто. Знаете, клещ это не такая простая хуйня, которую ты достал, и ты не беспокоишься. Клещи переносчики всякой хуйни. Клещи могут быть энцефалитными. И после того, поэтому ни в коем случае, если у вас обнаружился клещ, ни в коем случае, сами, нельзя его вытаскивать. Может его шляпка, его голова ебаная остаться внутри вас. Ни в коем случае. Только это в травматологию. Потому что, как только его достают, его отправляют на экспертизу. В лабораторию. Чтоб узнать, энцефалитный он или нет. Если энцефалитный, то вы умираете. Наверное. Я не знаю. Я не гуглил. Но это очень плохо. Если нет, то вам повезло, и все, чил. И сейчас я жду результат. Экспертизы, анализа этого клопа ебаного. Этого жука, блядь. И вот это, чтоб мне достали, стоило 16 тысяч и 7 тысяч отправить его на исследование. Заебись. Просто. Вот просто 23 тысячи нихуя. Ну потому что я сам охуевший чел, который не хочет бесплатно ходить. Я просто очень такой, я социофоб. Я ведь я очень не люблю, когда на меня ругаются, когда на меня повышают голос. Я не люблю, когда вот для меня пойти в бесплатную больничку вот в самой крайней такой, самая крайняя такая стадия. Не хочется. Вот просто не хочется. Потому что отношения. Слава богу, я могу себе позволить вытащить клетча за 16 тысяч. Очень не хочется просто вот туда ходить. Знаете, вот это отношение, когда меня туда привезли в бесплатную больницу, когда меня привезли, послеплатный, когда у меня было подозрение на разрыв селезенки. На видосе эксайла в меня рестлер влетел. У меня здесь, у меня бок очень сильно болел. Просто ебануто сильно болел. И мы поехали в платную травматологию. И чел, врач-травматолог сказал, мы не можем сделать рентген, мы тут ничего не сможем сделать. Я подозреваю, что у тебя может быть частичный разрыв селезенки. И я просто в аху, я не знаю, что делать. Я просто не знал, что такое селезенка. И он говорит, вам нужно ехать сейчас в больницу. Я говорю, ну все, мы тогда еще поедем на машине своей, да? Он говорит, нет. Я вас отпустить не могу. Спасибо. Я вас отпустить не могу. Либо вы едете... А, я вас отпустить не могу, потому что в любой момент может произойти полный разрыв селезенки. И как только это произойдет, в вашей жизни остается ровно 15 минут. Вот такое услышать, конечно, в жизни нахуй надо. Ты выжил? Нет. Ну и вот. И он мне сказал, либо на скорой, либо на частной скорой на нашей едете, либо на бесплатной вызываем бесплатную. Я говорю, все, на ваше. Let's go, VXL оплачивает. И вот, меня повезли в бесплатную больницу. Я лежу в палате. Меня положили в какую-то, в какую-то, блядь, комнату пустую, без нихуя. Я лежу. Мне ебануто холодно. Батареи не работают. Из окна дует холоднейший ветер. Окно закрыто, но оно деревянное. Оттуда из щелей дует. Меня так продуло. Я просто охуел. И меня не могли начать обследовать. Почему? Потому что у меня не было документов, блядь. У меня был паспорт, а этого было мало. Им нужен был снилс, снюс, все там, да, вообще. И я просто лежу, они не могут ничего сделать. Вот такая вот шляпа. И поэтому, и вот каждый раз, когда я иду в бесплатную поликлинику, в бесплатную травматологию или какую-то хую, вот каждый раз у меня случается какая-то хуйня с ними. Поэтому просто у меня только, у меня в голове только негативный опыт связанный с ними. Возможно, они там, есть места, где ты попадаешь, там реально все чил, все охуенно. Но у меня только какая-то хуйня. И с бесплатными поликлиниками в электростале, я помню, когда я там ходил, тоже пиздец постоянно был. Бесплатная детская стоматология, вот когда в электростале меня родители таскали, еще и батя меня таскал. Блядь, мне делали безумно больно, мне делали отвратительно, зубы, я рыдал, орал, мне батя просто сзади, я вот, я лежу на кресле вот так вот, она мне делает больно, без анестезии, без нихуя, просто сверлит, блядь, зубы, и батя меня сзади просто за руки вот так держит, чтобы я не дергался. Вот такой у меня опыт связанный с врачами вообще. Бери Селин, охуенную. А, Селин стука стоит? Тогда возьми, если тебе похуй на лейбл, ты не хочешь выебываться тем, что у тебя здесь написано Селин, можешь взять, во-первых, Баленсиага есть охуенная, вот такая вот черная, но она женская, но она можно большую взять, и она норм. Можно взять вот такую, если ты хочешь брендовую какую-то, вот, Мейсон Маржелло. Ты ей не поебываешься, потому что никто не поймет, что это Мейсон Маржелло, потому что тут нужно вглядеться, чтобы понять, что это Мейсон Маржелло, в эту хуйню. Но мне это, мне похуй на это.